Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет про крассандру по просьбе моих подписчиков. Я расскажу, как я за ней ухаживаю, что она любит и что она не любит. Смотрите до конца, будет интересно. И познакомлю вас с этим растением, если вдруг кто-то еще не знает про это растение. Крассандра тропиканка. В природе ее можно встретить на Мадагаскаре, в Индии и в Южной Африке. Но у цветоводов она встречается не часто. А зря. Это очень красивое и эффектное растение, даже если оно не цветет. А оно цветет постоянно, могу сказать. Ну вот у меня, допустим. Она еще, кроме цветов таких красивых и ярких, она имеет очень красивые глянцевые листья. Но это оранжевая крассандра. Есть также еще и красная крассандра. Но у нее отличаются листья. Вот даже по форме, по цвету отличается. Ну вот у нее красный цвет, такой как бы, ну какой-то розово-красный даже, можно сказать. Вот по моему опыту, имея красную, да, и оранжевую, я могу сказать, что оранжевая выглядит намного эффектнее. И при должном уходе она может свести круглый год. Ну немножко отдохнет. Тем более я расскажу сейчас чуть попозже, как я за ней ухаживаю. И что нужно делать для того, чтобы цвета, ну продолжительно, скажем так, ваша крассандра. Еще большим плюсом при ее содержании является ее компактность. То есть она очень хорошо переносит обрезку. Если вы не хотите, чтобы было большое такое, знаете, кустистое растение, его можно формировать. А формировать ее можно по-разному. Можно формировать на штамбе, можно кустиком. Вот я ее выращиваю кустиком. Но я ее хочу вырастить большой. И поэтому постоянно я ее меняю горшочки на горшки большего размера. У меня уже есть на канале несколько видео про крассандру. И она там еще даже совсем маленькая у меня. И есть видео, как я ее обрезала, как укореняла, как пересаживала. Кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. А сейчас я расскажу, как я за ней ухаживаю. Крассандра очень светолюбивое растение. Она предпочитает восточные, западные окна. Ну, а так в комнате можно разместить ее на самое светлое место. Потому что если ей солнышко хватать не будет, она может не зацвести. И в то же время она не любит вот эти полуденные лучи солнца, чтобы не обжигало ее красивые листья. Ну, раз это тропиканка, конечно же, она любит повышенную влажность воздуха вокруг себя. Я ее иногда опрыскиваю, когда она не цветет. Или даже вот здесь она цветет, я все равно вот либо ей почву вот здесь немножко из поливизатора, или вот эту вот часть ей опрыскиваю слегка. Из мелкого поливизатора даже могу и по кроне пройтись, даже если она цветет. Но поливать ее нужно по мере пересыхания горшка наполовину. Хоть она и тропиканка, но это не значит, что ее нужно всегда держать в сырости. Грунт должен просыхать наполовину, а то и побольше. В летний период он, конечно, просыхает быстрее. Грунт, а зимой пореже. Зимой полив, конечно, умеренный. Она любит, конечно, покушать. Я ее удобряю в весенний-летний период раз в 10-14 дней, а зимой раз в месяц. Я удобряю удобрением фертикой, люкс, для цветущих растений и развожу по инструкции. Грунт, она, конечно, любит плодородный, но в то же время, чтобы он был рыхлый, не такой тяжелый. У меня вот она сейчас сидит в лесной земле, у меня там перемешаны разрыхлители, земля, здесь у меня еще перегной у нее сверху лежит. То есть она такая любительница вкусно покушать. Кислотность, грунт нейтральный. Но я ее раз в месяц поливаю водичкой с лимонным соком. Это очень хорошо сказывается на листве. У глянцевых листьев они любят, когда с лимонным соком либо опрыскиваются, либо поливаются. Но это у меня раз в месяц. Если летом ей хватает солнца и день длиннее, то зимой ее нужно досвечивать, чтобы она не вытягивалась и имела декоративный вид. Зимой она у меня стоит под лампой. Марс Гидро. Вот если сзади вы видите такой свет, это не солнце. Это у меня лампа так светит ярко. Ну плюс, конечно, еще и солнышко заглядывает в окна. Но оно вскользь получается. И лампа у меня горит, в принципе, целыми днями. На ночь только выключаю и все. И ее красивые цветочки располагаются вот на таких колосках. И это, конечно, смотрится очень-очень красиво. Когда она у меня цветает, я эти колоски обрезаю. Я не жду, чтобы там семена какие-то созрели. Они все равно в домашних условиях. Ну, может, конечно, и созреют. Но растение будет тратить очень много сил на это. И, в принципе, это ни к чему. Мне семена не нужны. Поэтому я обрезаю колоски. Если я вижу, например, как вытягиваются ее побеги, я ее могу подстричь. Как мне хочется, например, ее видеть. И теперь расскажу о проблемах, с которыми можно столкнуться при ее выращивании. Из вредителей на нее, конечно, может напасть паутинный клещ. Ну, это можно обработать препаратами, либо фитовермом, либо еще какими-то другими. У нее могут портиться листья. Например, сохнуть кончики листьев. Либо появляются какие-то бурые пятна на ней. Ну, то есть лист теряет свой декоративный вид. Что нужно сделать? В первую очередь, ее нужно пересадить. Это, скорее всего, корневая система разрослась, и ей не хватает каких-то питательных веществ. Также это может повлиять и вредители. Нужно осматривать растения. И когда такое происходит, лучше лишний раз обработать фитовермом. Можно даже накрыть пакетиком. Это будет эффективно очень. Может еще влиять перелив. Я уже говорила, что ее переливать не нужно. Ее нужно даже подсушивать. Если в зимний период у меня горшок просыхает полностью. И все хорошо. Но эти проблемы присущи не только красандре, но и другим растениям. У меня было вчера видео, развергнутое как раз на эту тему. Почему сохнут кончики листьев? Кому интересно, можете зайти на канал и посмотреть. И сейчас подытожим кратенький итог. Что она любит? Любит солнечное место. Любит полив. Любит подкормки. Любит, когда грунт просыхает у нее. Наполовину, а то и больше. Любит опрыскивание. И скажу, что она не любит. Она не терпит сквозняков. Не любит переуглажнения грунта. И не любит темные места в доме. Могу сказать, что растение неприхотливое. И при должном уходе оно будет радовать вас практически круглый год вот такими красивыми цветами и листьями. Так что рекомендую иметь такое растение в своей коллекции. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok